Сегодня в Чебоксарах прошли концерты под окнами ветеранов. В канун Дня Победы военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике исполнил для ветеранов песни военных лет. Наша съемочная группа отправилась вместе с ними поздравить героев с наступающим праздником. Разрешите вас поздравить с наступающим великим праздником, Днем Победы от себя лично, от военного комиссара Чувашской Республики, от всего личного состава военных комиссариатов. Пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья. Спасибо вам большое. И вам спасибо, что не забываете нас, ветеранов. 30 лет жизни Николай Иванович Пескун отдал российской армии. Служил в нескольких военкоматах страны. Вместе с сотрудниками военного комиссариата Чувашии поздравить ветерана пришли кадеты 47-й Чебоксарской школы. Николай Иванович, будучи четырежды дедушкой, едва увидев на пороге благодарное молодое поколение, быстро достал из домашних запасов заранее подготовленные гостинцы. Фактически обнял девчонок и дал напутствие с высоты прожитых 98 лет. Дай Бог вам здоровья. Хорошо учитесь, любите Родину. Главное – любить Родину и хорошо учиться. Николай Иванович много раз в жизни доказывал свою огромную любовь к Родине, неспростався о грудь увешанными медалями. На войну его призвали 19-летним в ноябре 42-го года. По окончанию Энгельского пулеметного училища его направили в 717-й полк 170-й стрелковой дивизии. После он воевал на Курской дуге, был дважды ранен. Пару военных историй подполковник в отставке рассказал молодому поколению. «Когда ранило в ногу, вот сюда попала пуля, здесь вышло, все раздражено, ходить я не мог. Пулемет максимум весит около 76 килограмм, столько, сколько я весил в то время. И оставить пулемет я не мог, потому что отвечать буду за него. Так я, значит, что сделал? Рядом лежал убитый солдат, я снял с его ремень, свой ремень снял. Это сделал петлю за хобот пулемета, одел. И вот так, на коленках и на этих самых руках, полз всю ночь до своих позиций, всю ночь, с вечера до утра. И тащил этот пулемет. И я ее притащил». В 1957 году за этот бой Николай Иванович получил самую дорогую для себя награду – медаль за отвагу. Сегодня для сотрудников Росгвардии большая честь поздравить ветерана. Устроить для него небольшой концерт под окнами – самое малое, что они могут сделать. К слову, для оркестра сегодняшняя импровизация уже третья по счету. «Были версты, отгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом пропал». «Девятый мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы очень признательны и благодарны нашим ветеранам, которые подали нам мир, весну, жизнь». Как истинный военный Николай Пескун намеревался спуститься во двор, чтобы послушать, как играет оркестр. Но по злому стечению обстоятельств лифт этим утром в доме ветерана не работал. Пришлось наблюдать концерт из окна квартиры. Впрочем, Николай Иванович не теряет надежды попасть в этом году на парад победы в Чебоксарах. И этому не помешают ни солидный возраст, ни пресловутый подъемник в многоэтажке. Екатерина Храмкина, Андрей Шоклев, Вести, Чебоксары.